От великого князя Ивана Васильевича Сияруси в город Темников под дечим Гриши Щетины или кто по тебе иной, наш под дечим в Темникове будет до Мордве местная. До основания Симбирска более ста лет. Московское государство только утверждается на новых для себя восточных границах. Указная грамота направляется в город Темников. Это современная западная Мордовия для исполнения изложенного под контролем местного главы. Примерно десятую часть грамоты занимает адрес. Здесь не только непосредственный получатель, но и все лица заинтересованы в разбирательстве. Небольшая по размеру грамота содержит в себе, если говорить современным языком, настоящее судебное разбирательство, а точнее указание царя разобраться на месте с тем, что происходит здесь на землях Татар и Мордвы. В частности, в этом документе говорится о том, что некий князь Стениш Кугушев с собратьями имеет претензии к местной Мордве, а та, в свою очередь, имеет аналогичные претензии к вышеназванному князю. Речь идет о том, кто должен владеть бортными угодьями в пойме речки Мокша. И царь Иван Васильевич своим именем повелевает на месте разобраться и докопаться до истины. 30 пчелиных семей извели, многие борти, то есть ульи повалили, ходят на ту сторону реки Мокша, что по всем документам наша земля. Жаловались представители Мордвы на татарского князя и его многочисленную родню. Именно потому, что речь в документе ведется о меде, чрезвычайно дорогом в то время экспортном товаре, грамота названа медовой. В свою очередь, древние рейдеры отписывали, что, дескать, все документы на земле у них в исправности. И это они, а не Мордва, имеют право собирать здесь мед. В итоге царь указует подьячему взять всех фигурантов дела и вместе отправиться к спорной земле, рассмотреть все наличные документы и выслушать стороны, после чего составить новые списки земель и чертеж, который надлежит отослать в столицу. Чем закончилось это разбирательство, нам неизвестно, но мы предполагаем, что, скорее всего, оно закончилось в пользу Кугушевых, так как на тот момент российское государство готовилось к своему неповолжье и было заинтересовано в том, чтобы в лице местной национальной власти получить поддержку. Еще до революции эта грамота из частной коллекции оказалась в губернском архиве. Сейчас бумага носит статус памятника прикладного делопроизводства. Документ не имеет копий и не носит характер массовой реляции, то есть составлен сугубо индивидуально, чем вписывается в основные критерии для внесения его в федеральный перечень. Древность, подлинность, публичность, отнесение документа к конкретному историческому лицу или событию, культурно-историческая значимость. С 2007 года во властном архиве проводится работа по выявлению уникальных документов для включения их в региональный реестр уникальных документов Архивного фонда Российской Федерации. Всего этот список содержит 23 документа. Евгений Луковкин, Александр Кудряшов, репортер 73. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...